Слава Богу, дорогие братья и сестры, все собранные на месте этом. Мы собрались по усердию, какое нам в сердце дал Бог. Хорошо, когда по усердию, хорошо, когда по обыкновению, которое тоже должно быть у Божьих детей. Может быть, кто-то в первый раз сегодня здесь. Мы приветствуем, поздравляем вас, вы хорошо сделали, что пришли. Слава Богу! Я так, как бы, заручен от братьев призывать к молитве перед началом нашего служения. И я так на сердце легло просто, ну, хочется, чтобы Бог нашу молитву услышал. Хочется, чтобы мы были, ну, угодны Богу в нашей молитве. Чтобы Господь, когда смотрит на каждое сердце, ну, правда же, зачем тогда вообще молиться? Если ты понимаешь, что ты молишься, но твоя молитва, как бы, возле тебя только. Хочется, чтобы голос был услышан на высоте. И когда Господь своему пророку Исаии хотел, ну, что-то показать, как-то, ну, составить свое обращение к своему народу, и он показал перед своим пророком хороший народ. Народ, который ищет Бога, который взывает к Нему с раннего утра. Да, это 58-я глава книга пророка Исаии, но мы ее читать не будем. Я просто это подвожу к тому, что мы хотим, чтобы голос наш был услышан на высоте. Но Господь показал своему пророку хороший народ. Народ, который говорит, Господи, почему мы смиряемся? Ты не слышишь. Господи, вот мы и стали перед лицом Твоим, мы хотим Тебя найти, мы хотим Тебя угодить, Боже. Но почему Ты не слышишь? А Господь говорит в ответ, вы это делаете так, но не для того, чтобы все-таки быть услышанными. Мы сейчас пришли в служение. Сейчас идет время нашего поклонения Богу, нашего приготовления к служению нашему Богу. И Господь сегодня и нам служит, нашим душам, чтобы Его Слово могло прийти и принести жизнь. Хорошо, когда эта жизнь от Господа приходит. И тогда душа может ожить. Тогда Давид говорит, он укрыл бы меня в скинии моей в день бедствия. Тогда голова моя вознеслась бы над врагами моими. Ну, когда? А он просто молился. Давид просто молился. Это 26-й псалом. И, кстати, о молитве Давида я отчасти хотел бы сегодня с вами и поговорить, порассуждать. Это 16-й псалом. Пожалуйста, откроем. С 1-го стиха прочитаем. Он назван так. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возряд очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». И дальше эта молитва Давида продолжается. Хорошая, назидательная молитва. Но первое, на что хотелось бы обратить внимание. Давид молится и начинает свою молитву очень интересными словами и очень нужными словами. Он говорит. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». Все, что хочет сегодня видеть в нас Господь, это правду. Он не хочет видеть хорошие, красивые слова, правильно составленную какую-то теологическую молитву или какую-то написанную молитву, как сегодня. Многие пользуются, может быть, сами не могут молиться Богу, так они прибегают к каким-то молитвословам, которые тоже, может быть, какие-то благоговейные мужи, жены составляли. Я не до конца знаю об этом, но знаю, что это есть, это практикуется. Неужели о такой молитве хочет Бог? Неужели Он хочет, чтобы мы посредством чьих-то таких вот написанных обращений к Нему могли к Нему приходить, или же Ему важно больше наше сердце? Мы можем себе отвечать на эти вопросы. И первое, что Давид говорит, услышь, Господи, правду. Какую правду? Хотелось бы спросить. Господи, какую правду хочет Тебе преподнести Давид? Может быть, он хочет рассказать Господи, посмотри, вот сейчас есть Саул, который за мной гоняется, есть люди, которые за ним пошли, и Саул, он когда видел, какого человека храброго, брал его к себе. И вот храбрые люди гоняются, может быть, Давид об этом хотел помолиться. Это было бы правдой? Это правда была бы. Может быть, Давид хотел бы помолиться, сказать Господу, Господи, ты же видишь, там, отец и мать моя остались, братья где-то на войну пошли, ну, за них позаботься. Была бы это правда? Правда бы была. Какую правду хотел Давид, чтобы услышал Бог? Ну, так читая и вдумываясь, ну, для себя я вывод такой нашел. Какая правда? Правда это та, которая исходит от избытка сердца. Давид не хотел перед Богом как-то кривить душой. Давид понимал, что Бог для него все. Бог это тот, который посылает для жизни все необходимое. Если ты будешь покорен Его словам, если ты будешь до конца смирен перед Ним, если, может быть, и не до конца, где-то, может быть, и хромает наша праведность, мы тоже придем и будем искренни перед нашим Богом и скажем, Господи, ты видишь, я еще до сих пор тут или тут не прав. И Господь посмотрит, да, правда, ты не прав. Но это правда? Слава Богу! Господь говорит, что через Давида, услышь, Господи, правду. Правда это то, что в нашем сердце действительно происходит. Он хочет, знаете, как Иисус еще в 12 главе Евангелия от Матфея говорит, как вы можете, вообще, как вы можете, откуда у вас такая, ну, способность взялась, или как ее назвать, как вы можете говорить доброе, будучи злы на самом деле? Бога ведь не проведешь. Бог тот, который говорит, я испытал сердца, я испытывающий сердца, я внутренности испытываю, наблюдаю мысли, движение мыслей. Иисус говорит, от избытка сердца, говорят уста. Итак, первое, что хотелось бы отметить, молитва, которую хочет слышать Бог, это молитва от избытка нашего сердца. Бог хочет слышать ту правду, которая в нас действительно происходит. То, чем болит наше сердце, то, чем мы переживаем, может быть, может быть, то, о чем мы радуемся, то, о чем мы благодарны нашему Богу. Господь хочет слышать эту правду. И дальше так проследить о Давиде, что хотелось бы интересного заметить. Давид говорит, ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ну, испытал меня, и ничего не нашел. Но неужели Бог ничего не может найти в каждом из нас? Ну, может быть, тут кто-то есть, у кого Бог ничего не найдет? Апостол Павел однажды так попробовал и сказал такие слова, говорит, хотя я ничего не знаю за собой. Ну, это апостол Павел такое мог сказать. Но, говорит, я вот этим, что я не знаю ничего за собой, я этим не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Слава Богу. Ну, неужели Бог ничего, если от любого человека во все времена или в наше время, если Бог испытает, неужели он ничего не найдет? У Иова, читаем, он и в ангелах своих усматривает недостатки. Как Бог ничего не нашел в Давиде? Давид объясняет и говорит, от мыслей моих не отступают уста мои. Другими словами, Господи, то, что я говорю, то, что я тебе в молитве говорю, я действительно так думаю. Боже, я действительно так думаю. Для меня действительно есть ценность Твое Слово. Господи, я понимаю, что Тебя я не проведу, хотя Давид иногда пытался, может быть, хотя бы людей чуть-чуть. И показывает нам Бог, что Он хочет все-таки видеть вот эту правду в нашей молитве. Все, что в сердце, сегодня мы можем готовиться и сказать Ему. Если что-то получается, поблагодарить Его. Если что-то не получается, излить перед Ним сердце. Написано, народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. В какое время, Господи? Во всякое время. Следующее, что хотелось бы заметить. Это Первое послание Петра, 3 глава, 12 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 12 стих. Мы читаем, «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло». Очи Господа обращены к праведным. Сегодня Бог, Он смотрит, Он обращает внимание на праведных людей. Он, конечно, знает и жизнь нечестивых, Он всех знает жизнь. Но это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что прежде всего Божье внимание сегодня на своей церкви. Церковь Божья, она же праведная. Аминь. Написано так, что мы в Нем, то есть Он отдал Себя за нас, чтобы сделать нас, освободить нас от всякого беззакония. И еще в тексте написано, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. «Итак, если очи Господни и уши Господни обращены к молитве праведных, а кто такие праведные? Те, которые в Нем. Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Это не те, которые очень много добрых дел делают. И так тоже есть. Аминь. Слава Богу. То есть праведные – это те, которые добрые дела делают. Но прежде всего люди праведные – это те, которые находятся в Нем. В Нем святость, в Нем послушание, в Иисусе Христе. Если мы хотим быть праведными, нам надо помириться с Богом. А если мы помирились, то нам надо оставаться в мире с Ним. Тоже вот такая грань, которой бы хотелось нас подвести. Уши Господни и очи Господни они обращены к праведным и к молитве их. Пусть Бог нас благословит, чтобы так было и у нас. Еще немного, что хотелось бы заметить и прочитать тоже полезные тексты. Это из книги пророка Даниила. Как дорожил этот человек молитвой в своей жизни. Как он сильно дорожил молитвой. И он был одним из самых успешных людей того времени в своем государстве, в котором он находился. И угодно было царю Дарию поставить над страной 120 сатрапов и 3 князя. Из 3 князей один из князей был Даниил. И вот в результате происходит что-то особенное. Князья и сатрапы. Ну, сатрапы не знаю, там число не написано, сколько их против Даниила пошло. Но если князья, то это двое как минимум, кроме Даниила. И вот все вот эти высокопоставленные люди пошли против него. Но насколько этот человек дорожил молитвой, что даже они так, если по государственным делам или по работе, так сказать, никаких недостатков не нашли против Даниила. Они как-то отточили свое искусство и вот нашли. Говорит, мы найдем что-то против него в законе его Бога. А что же там закон Бога говорит? Он молится Богу своему. Он молится своему Богу. И мы читаем 6 глава. После того, как они поговорили с царем, написано, и уже царь подписал этот указ, что никому нельзя молиться, кроме его, никому обращаться, никакого Бога нельзя молить. И мы читаем 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Слава Богу, мне это нравится. То есть, даже, как это делал он и прежде того. То есть, он не изменился, он не стал, знаете, порой нас что-то касается в жизни, какая-то беда подходит, мы начинаем больше молиться, начинаем больше поститься, но Иисус говорит, ну, это язычники так думают, что многословия будут услышаны. А Даниил так поступал еще и до того. И он себе бесцеремонно, без каких-то оправданий продолжает молиться своему Богу. И потом мы знаем, что произошло и как Бог прославил Даниила. Следующее, что хотелось бы последнее заметить и этим призвать нас к молитве, это как учил Иисус и к чему Иисус призывал своих учеников. Это Евангелие от Матфея, откроем шестую главу. ученики видят, что как поступает Иисус на этой земле, они хотели у Него научиться помолиться, они хотели уметь молиться. И хорошо, когда мы в церкви много слушаем про молитву, но еще лучше, когда мы молимся, когда мы практикуем это в нашей ежедневной жизни, чтобы как мы поем было, что молитва есть души, дыхание, дышим-то мы всегда, правда? И вот Иисус, это шестая глава с пятого стиха, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И дальше слова молитвы Отцу Небесному. Но из тех наставлений, которые Иисус дал ученикам, первое, что Он сказал, «Когда ты молишься?» Он не сказал, если вдруг ты все-таки решишь молиться, или когда-то тебя, ну, что-то вдохновение посетит, и ты захочешь помолиться. Иисус сказал, «Когда ты молишься, тогда вот так и так поступи. Помни о том, и я себе это говорю, помни о том, что отец твой в тайне». В какой тайне? Он невидимый мой отец, но Он сотворил и видимое, и невидимое. Я молюсь Ему, я понимаю, что Он слышит меня, я свои говорю слова не куда-то в потолок, а Бог мой слышит меня. И дальше вот эти наставления, чтобы не были многословными, по этому поводу тоже хотелось бы заметить. Очень просто. В тесное время для Неемии, когда Его народ был в очень тяжелом состоянии, и Он стоял перед царем, и что-то там произошло, и Он говорит это, «Я помолился Богу Небесному». И мы себе можем представить, наверное, стал Неемия перед царем на колени, простер, может быть, руки к небу и начал к Богу молиться. Но, скорее всего, это так не было. Просто это нужно было быстро принимать какие-то решения, но Он ходил перед своим Богом, Он понимал, что как важно, как важно, чтобы все-таки Господь расположил сердце царя. И он просто, наверное, это был какой-то внутренний просто такой вопль к Богу, чтобы, Господи, ну, содействуй. Еще пример такой, немногословной молитвы, однажды Давид, когда все против него, и даже сын его, восстал, авесолом. Короткая молитва Давида, Господи, разрушь совет Ахитофела. Я хочу, и Слово Божье нас к этому призывает, и я бы хотел, чтобы мы просто могли понимать, наш Бог живой, наш Бог не нуждается, как, может быть, язычники думают, что их Боги нуждаются, или понимают их, если они будут много говорить в молитве. Нет, наш Бог может, ну, Он хочет и тебе что-то сказать в молитве, и мне, и вам, и мне хочет сказать, но и мы, чтобы мы научились понимать, Господи, я вот, ну, стою перед лицом Твоим, я тебе скажу то, что меня волнует, то, что меня тревожит, а ты, пожалуйста, рассмотри. И написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, Он соблюдет наши сердца во Христе Иисусе. Пусть Бог благословит, нас, дорогие братья и сестры, молиться, молиться в правде, молиться от избытка сердца, молиться, когда все хорошо, или когда что-то не так, тем более молиться. Пусть Бог благословит, встанем, помолимся, призовем Его.